Мы сегодня в гостях в компании INJUST, что находится в блюваре Дружбы народов 1 в городе Киеве. Предметом сегодняшнего обзора будет Yamaha HS7. Давайте посмотрим, что написано на сайте производителя. На сайте производителя написано, что это мониторы двухполосные с частотным диапазоном 43 Гц, 30 кГц, частотой разделения полос 2 кГц, низкочастотное звено организовано на 6,5 дюймовом буфере и имеется 1 дюймовый твиттер. Мощность раздана как 60 ватт и 35, соответственно, низкочастотный и выскочастотный динамик. Применен беампинг. Входы есть XLR балансные и TS небалансные. Из регулировок есть контроль уровня и high trim и room control, то есть два переключателя дипа, которые мы рассмотрим позже. Power consumption имеется ввиду средняя потребляемая мощность 55 ватт, размеры мониторчиков 210, 332 и 284 мм, соответственно, вес каждого 82 кг. Вот так вот они выглядят. Здесь нарисована для нас с вами организация усилительного тракта. Сигнал со входов поступает на регулировку уровня, потом брезной фильтр высоких частот, которые не пропускают инфронизкие составляющие, далее room control, который мы рассмотрим, low boost, high trim, которые тоже мы потом рассмотрим. Step filter, опять low cut, усилитель мощности, также есть лимитеры и на динамике, соответственно, выскочастотные и низкочастотные. Это HS7 так устроено. Также на сайте есть много информации дополнительной, которая разъясняет работу отдельных узлов, отдельных компонент, насколько удачно они разработаны. Линейка легендарная, линейка классная, с этим никто не спорит. Наша задача с вами посмотреть на что они похожи вживую, пощупать, послушать и принять какие-то, сделать свои какие-то выводы. Также здесь вот написано, что упускаются они в двух цветах, черный и белый, двухполосная система с бямпингом, мониторы ближнего поля, 6,5 дюймов вуфер, 1 дюймовый твиттер, все то же самое, что мы с вами уже прочитали. Поэтому давайте посмотрим на мониторы вблизи. Вблизи мы видим двухполосные мониторы ближнего поля на 6,5 дюймовом вуфере с диффузором белого цвета и на мягеньком подвесе из пенополиуретана или мягкой резины. Также имеется с волноводом твиттер закрытой декоративной решеткой, которая защищает от механических повреждений. Этот индикатор светится при включении мониторов. Сейчас он просто выключен. Здесь мы видим на задней панели, во-первых, радиатор, о котором мы поговорим позже. Сокет для подключения сетевого кабеля, включатель питания, серийный номер Hi-Trim. Вот он работает от 2 кГц, как оказывается. Имеет положение минус 2 дсбл, а плюс 2 дсбл. Представляет собой дип-переключатель трехпозиционный. Room Control переключатель, тоже трехпозиционный. Представляет собой коррекцию в низкочастотной области минус 4, минус 2 и 0 дсбл позиция. Также трехпозиционный дип. Входы представлены двумя интерфейсами XLR балансными, T-S. Как я понимаю, это T-S, не балансный. Регулятор уровня от минимума некого до плюс 4 стандартного уровня и минус 10 дсбл. Также тут расположен порт фазоинвертора, через который можно увидеть магнит выскочастотного динамика. Панель утоплена заподлицо. К этому мы вернемся позже. Отделка очень приятная на ощупь. Мы ее встречали уже в разных мониторах, она используется. Это и практично, и смотрится неплохо. Выглядит строго. Посмотрим, что внутри творится в мониторе Yamaha. HS7. Ну что ж, заглянем в него, чтобы не отрывать кабели. Мы видим платы, видим огромный радиатор и снаружи, и изнутри. Это говорит о том, что усиление здесь аналоговое. Мы рассмотрим схему потом. Блок управления, собранное этой плате. Блок питания видим. Внутри видны динамики. Один и второй. И труба фазоинвертора, которая выходит сзади. Монтаж очень аккуратный. Все соединения тщательно загриметизированы. Ну, высокий класс. Производители виден по монтажу. Много демпфирующего материала внутри корпуса. Мы видим понижающий трансформатор блока питания. Видим плату усилителей, которая собрана на LM3886. И плату управления. Фазоинвертор, огромный радиатор. Что касается параметров, силовых параметров мониторов Yamaha HS7. Производитель заявляет общую мощность 95 Вт. Из них 60 Вт приходится на буфер и 35 Вт на твиттер. Усиление, безусловно, раздельное. Биампинг. По схемной реализации оконечными усилителями выступает LM3886. Так любимые нашими аудиолюбителями, которые из них готовят самое разное аудиоблюдо. По спецификации National Semiconductor эта микросхема держит 68 Вт на 4 Ом. При этом радиолюбители умудряются разгонять ее до 100 Вт. Но у Yamaha это все ограничивается менее паспортными данными. 60 Вт всего. Что говорит о том, что еще и заставлен запас на перегрузку. Что нам, мне, представляется корректным применением этой микросхемы. Разумеется, ее приготовление, обвязка здесь выполнена на высшем уровне. Теперь предлагаю послушать, как звучат эти мониторы. Я подключил к каждому микрофону, к каждому монитору по микрофону на небольшом расстоянии, для того, чтобы он в основном принимал сигнал этих мониторов. И вы услышите, как они звучат в реальном помещении, совершенно не приспособленном для прослушивания. Но, тем не менее, это интересно, скорее всего, будет всем. Я включаю запись и включаю сначала коричневый шум для установки уровня. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...